МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле зафиксированы летальные случаи отравления грибами. В больнице умер гомельчанин, которого госпитализировали две недели назад с подозрением на отравление. О том, какую опасность могут таить себе лесные дары, в материале наших корреспондентов. С наступлением грибного сезона в леса устремились любители тихой охоты. И хоть август не был дождливым, лукошки у заядлых грибников никогда не оставались пустыми. Однако, как показывает практика, далеко не все собранные деликатесы являются безобидными. Под видом сыроежек, зеленок, зонтиков и других пластинчатых грибов порой скрывается ядовитый двойник – бледная поганка. К сожалению, с начала лета и до поздней осени в нашем регионе произрастают ядовитые грибы. И ежегодно на несколько случаев фиксируется отравление грибами. С весной это строчки, сморчки могут вызвать отравление. Но наиболее, конечно, опасно – это отравление бледной поганкой. Этот гриб, безусловно, смертельно ядовитый. И летальные случаи практически всегда происходят в этот период. Они похожи на сыроежки. Особенно опасно белое и зеленое. К сожалению, яд бледной поганки абсолютно не разрушается. Ни при термической обработке, ни при какими другими методами. Поэтому только внимательность при сборе грибов. И хочу заметить, что если вы даже собрали доброкачественные грибы, но среди них есть одна бледная поганка и происходит отваривание, то яд этот может передаться и сделать ядовитыми соседние грибы. Отравление очень тяжелое. Развивается печеночная недостаточность, которую очень сложно лечить. Предварительно установлено, что погибший 78-летний мужчина накануне находился на даче в Речицком районе, где ел жареные грибы. Врачи две недели боролись за жизнь пациента. Однако спасти не смогли. Причину его смерти сейчас устанавливают судебные медики. На Гомельщине в этом году уже зафиксировано 7 подтвержденных случаев отравления грибами. Медицинская помощь понадобилась 10 пострадавшим. Большинство пациентов 5 человек. Гомельчане. Гомельская милиция задержала агрессивного 18-летнего подростка, разыскиваемого 16 августа. Парня обвиняют в том, что во время драки в центре Гомеля он нанес сопернику ножевое ранение. В Гомельском городском отделе Следственного комитета по факту нанесения тяжких телесных повреждений было возбуждено уголовное дело. Конфликт произошел накануне вечером 15 августа возле здания городского цирка. Аргументом своей правоты у совершеннолетнего подростка послужил нож. Парень нанес удар 17-летнему сопернику, ученику одной из школ Гомеля, в область грудной клетки, после чего спешно удалился. После совершения преступления подозреваемый скрылся. Однако 24 августа был задержан и на следующий день к нему была избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Парень судимости не имеет. По предварительным данным на момент совершения преступления был трезв. Согласно части первой статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за покушение на убийство юноше грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. В Гомеле молодые родители уехали на заработки в Россию и без присмотра родных оставили 4-летнего ребенка. Плач девочки услышали соседей и обратились в органы опеки. Оказалось, что родители попросили побыть с няней свою знакомую, которая на деле не смогла девочку занять играми и успокоить. Малышка скучала по родителям, не слушалась и часто плакала по ночам. В квартире у родителей оставленного ребенка многолюдно. Здесь представители всех служб профилактики. Работники комиссии пытаются разобраться, почему за 4-летней девочкой присматривала незнакомая ей тетя. Сказать, что ребенок был как-то там вял или болезнен, нет. Этого было не допущено. Семья состоит как в социально опасном положении находящейся. И, конечно, интерес к этой семье всех субъектов уже был давно. И нужно сказать, что это не случайное попадание по какому-то там алгоритму. Пришли, посмотрели, увидели. Это действительно было плановое посещение, которое помогло выявить, что действительно ребенок может оказаться в очень серьезной, сложной ситуации. Соседи забили тревогу, когда за стенкой стали слышать частый плач малышки и не видели, чтобы на площадке появлялись ее родители. За малышкой присматривала знакомая хозяев Наташа. Она практически не выходила с ребенком на улицу. Боялась, чтобы не произошла беда. Говорит, сама не понимает, как на это согласилась. Я переживала, я говорила у вас же, ну, как бы испытательный срок, что малышку должны были снимать с учета. Я говорю, а что, ну вот, он говорит, ну, говорит, я недолго съезжу туда и обратно, ну, подзаработаю, тем более в садик нужно было отдавать. Уже медкомиссию прошли, все. А чего она была на учете? Ну, забирали малышку. Родители оставленного ребенка поехали в Россию за длинным рублем. Сначала уехала мать, ей предложили поработать швеей, а потом и отец на стройплощадку. В итоге контакт с ними прекратился. Даже после того, как их ребенка забрали органы опеки, с папой и мамой девочки не получилось связаться ни по телефону, ни по интернету. Ну, она меня не слушалась. Если папа, папа там прикрикнет или мама, то она слушается, что я ей. Ну, я писала, что, ну, капризничает, я не знаю, ну, когда вы собираетесь приехать. Ну, на что был ответ, вот-вот выезжаем. Илья писала, вот, скоро выезжаю. Сергей уже, ну, в выходные дни должен тоже приехать. Он через Минск едет. Он в Питере работал. Сказал, надо заехать в Минск, к выходным буду в Гомелях. В этой ситуации, говорят представители защиты прав ребенка, удалось сработать на опережение. У няни вот-вот могли закончиться деньги. А обещанными переводами средств из России даже не пахло. Как рассказали представители комиссии, семья, в которой воспитывалась девочка, находилась в социально опасном положении. Вы знаете, будет рассмотрена ситуация очень детально. Ведь бывает жизненная ситуация, когда действительно по каким-то объективным причинам люди принимают такой, ну, может быть, где-то и опасный шаг, как оставить ребенка на чужого человека. Я хочу сказать, что я сама мама. И, наверное, вот тот материнский инстинкт всегда повернет взгляд матери на тот опасный предмет, который может быть опасен для ребенка. Тот, который чужой человек может и не заметить. Мы, как только зашли в квартиру, наверное, вы обратили внимание или нет, окно все-таки открыто. Несмотря на то, что эта жаркая погода сменилась холодной, я так понимаю, что окно было открыто и до этого. На столе лежат спички вместе с сигаретами. То есть есть те вещи, которые показывают нам, что ребенку небезопасно было оставаться в данной ситуации. С начала года в Гомельской области по разным причинам погибло 9 детей. В половине случаев вина лежала на родителях, которые отнеслись к задаче воспитания халатно. В связи с этим прокурор Гомельской области Виктор Морозов выступил с инициативой заводить в отношении таких отцов и матерей уголовные дела, чтобы более жестко напомнить об ответственности и снизить статистику детских смертей и травматизма. В продолжение темы нерадивых родителей. В Гомельский областной суд поступила на рассмотрение уголовного дела по обвинению жительницы деревни Забровка Гомельского района в убийстве своего новорожденного ребенка. В октябре прошлого года 29-летняя, нигде не работающая женщина, забеременела. И в ее планы никак не входило появление ребенка. От предыдущего она отказалась еще в роддоме. Потом вела беспорядочную половую жизнь и не знала, кто в действительности может быть отцом второго малыша. На учет в женскую консультацию женщина не стала. За медицинской помощью не обращалась. Свою беременность она умудрилась скрыть даже от родного отца, у которого жила в доме. Примерно в конце апреля этого года тайком под покровом ночи она родила мальчика и, завернув малыша в хозяйственные тряпки, выбросила в туалет на улицу. Подруги, знавшие о беременности, поинтересовались при встрече, где же ребенок. Сельчанка отмахнулась и ответила, что он родился мертвым. От одной из них о случившемся стало известно директору местной школы. Он обратился к председателю сельского совета, а тот, в свою очередь, вызвал милицию. 2 мая во время осмотра дома и земельного участка правоохранители в туалете обнаружили сверток с мертвым ребенком. Женщина рассказала, что сама родила в январе, но ребенок был мертвым, поэтому она и выбросила его. Однако результаты, проведенные судебно-медицинской экспертизой, опровергли эти утверждения. Ребенок родился живым, являлся жизнеспособным, незрелым. Смерть наступила в результате неодлежащего хода. Психолога-психиатрическая экспертиза показала, что мать отдавала отчет своим действиям и не находилась в психотравмирующей ситуации, вызванной родами. Она действовала осознанно и хладнокровно. По факту совершенного с особой жестокостью убийства малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, было возбуждено уголовное дело, которое уже расследовано и передано в суд. В ближайшее время обвиняемые назначат наказание и грозит до 25 лет лишения свободы. В Москве на регулируемом пешеходном переходе Hyundai сбил гомельчанку ее 10-летнего сына. Женщина погибла на месте ДТП, ребенок госпитализирован. Смертельный наезд был заснят видеорегистратором автомобиля, который двигался во встречном направлении. На записи видно, что Hyundai приближался к пешеходному переходу на высокой скорости. Он сбил пешеходов, которые переходили дорогу, на зеленый сигнал светофора и вылетел на газон. В результате ДТП 44-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее сын в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Москвы, авария произошла утром 27 августа на Алтуфьевском шоссе. За рулем Hyundai находился 46-летний мужчина. По информации газеты, московский комсомолец – погибшая жительница Гомеля. Она приехала в Москву вместе с сыном, чтобы навестить отца ребенка. Также издание сообщает, что у водителя легковушки после аварии начались конвульсии. Предположительно, у него случился приступ эпилепсии. Между тем, госавтоинспекция Управления внутренних дел Гомельского облсполкома напоминает водителям, что на территории Беларуси до 5 сентября днем необходимо ездить с включенным ближним светом фар. Это связано с началом учебного года и увеличением количества юных пешеходов на улицах городов. На этот раз инспекторы сообщают, что поблажек делать никому не будут. Нарушителей ожидают штрафы. Представители смотровых комиссий начали проверку состояния печного отопления в домах частного сектора Гомельской области. Первыми инспекторы посещают пожилых людей, которым некому помочь в побелке печей и ремонте старой проводки. Здесь расписаны правила безопасности жизнедеятельности, правила пожарной безопасности. Зимой 2017 года наблюдалась тенденция увеличения количества случаев гибели пенсионеров по причине неисправности печного отопления, нарушения правил обращения с огнем и активного использования обогревателей. Сотрудники МЧС вместе с представителями служб профилактики в этом году взяли ситуацию под контроль задолго до наступления отопительного сезона. Посещают одиноких престарелых людей и оказывают им помощь по приведению печей в надлежащее состояние. Проводят беседы и устанавливают пожарные извещатели. Данная категория им не помогает, никто не помогает. Детей у них нету, поэтому пристальное внимание мы к ним уделяем, чтобы им хоть чем-то помочь. При посещении домовладений с печным отоплением проводим инструктивно-разъяснительную работу с гражданами. Напоминаем им еще раз о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, о запрете отопить печи с открытыми дверцами. Особое внимание уделяется устройству печей. Это были правовые новости уходящей недели глазами наших корреспондентов. Смотрите де-факто по четвергам на Беларусь 4. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...